Давайте обсудим эту картинку. Ну, как-то мы придумали путь, есть ли цикл. То же самое, здесь есть ли цикл или нет. Смотрите, есть такая идея. Если мы несколько вершин вырежем, вот, например, здесь, видите, вот две вершины, количество компонент связанности того графа, который у нас получился после удаления, будет не больше, чем количество вырезанных вершин. Ну, на самом деле, когда у нас был декайдер, то, конечно, граф вообще остался связанным. Но даже если бы ничего, кроме этих лёбер, не было, всё равно были бы только две компоненты. Вообще, когда у нас есть любой цикл, и мы на нём делаем несколько разрезов, скажем, здесь четыре разреза, то он разрезается максимум на четыре компонента. если были какие-то там другие рёбра, количество компонент может быть даже меньше, но уж точно не больше. И вот давайте мы найдём, скажем, на этом графе, или на этом, несколько вершин, после удаления которых получается больше компонент связанности, чем вершин мы удаляем. Но здесь это вообще очевидно. Если мы с вами уничтожим вот эту вершину и вот эту, то останутся, очевидно, остались три компонента. А вершин удалитых две. Значит, цикла нет. Давайте посмотрим сюда. Если мы уничтожим вот эти вершины, остались четыре компонента. Вот треугольник и каждая из этих вершин. Всего четыре компонента. Давайте теперь посмотрим сюда. Какие вершины здесь можно уничтожить, оставив много компонент связанности. Смотрите. Давайте мы берём вот эту. Раз. Два. Три. Ну, четыре. Пять. Уничтожаем вот эти пять точек. Заметьте, теперь граф распался на раз, два, три, четыре, пять, шесть компонент. Точек мы уничтожили всего пять штук, а компонент связанности осталось шесть. Вот ещё одна задача. Наверное, довольно быстро можно увидеть в этой задаче гамильтонов путь. Смотрите. Один, два, три. Что там дальше? Сколько дней надо было? Один-то обводить. Надо-надо. Это тоже вершинный граф. Ноль, четыре, пять, шесть. Я справился. Ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть. Цикл есть? Чтобы пройти через ноль, мы обязаны проходить по этим двум лёбрам. Да. То же самое, мы обязаны пройти по этим двум лёбрам, чтобы пройти через два. Обязаны пройти по этим, чтобы пройти через шесть. Да? Да, разумно. Действительно, смотрите. Чтобы пройти через ноль, эти два ребра обязаны присутствовать. Чтобы пройти через два, обязательно должны быть вот эти два ребра. Чтобы пройти через шесть, обязательно вот эти. И получилось, что через единицу мы должны пройти один раз, а здесь уже три ребра. Хорошо. Значит, подцикла нет. Мелитонного цикла нет, а вот те приемы, которые мы решили, эти задачи не удается. Доказать отсутствие гамелитонного цикла. Но у нас остался граф Петерсона. Почему нет в графе Петерсона гамелитонного цикла? Предположим, что гамелитонов цикл есть. Поскольку граф симметричный, то, например, мы можем считать, что вот эти два ребра есть. Потому что на самом деле все ребра в нем расположены симметрично. И поэтому берем какое-нибудь ребро, не входящее в цикл, и считаем, что тогда он будет старт. Да? И смотрите. Вот это ребро не входит в гамелитонов цикл. Вот так. Значит, я его имею право стирать уже. Все, его больше нет. И наоборот. Вот эти два ребра я теперь обязан рисовать. Потому что по-другому через вершину номер 4 пройти невозможно. Заберем варианты. Пока у нас есть такая вот симметрия, поэтому варианты, собственно говоря, такие. Либо мы из этих точек идем оба раза вниз, либо мы оба раза вверх, либо из одной из них идем вниз, на другой вверх. Поэтому, фактически, я должен вот эту же картинку нарисовать еще два раза и на каждой из них, соответственно, изобразить. В одном случае у нас есть 5-9 и 3-8. Вот эти вот два ребра вниз есть. Но, соответственно, нет вот этого вот 2-3 и нет 5-6. Ну, нужно понять теперь он гамелитонов или нет. Хорошо. Здесь, наоборот, оба вверх. Так, вот вверх. Так, вот вверх. Но зато нет ничего вниз. Так. И теперь здесь. Есть один вверх. 5-6 есть вверх. И здесь есть и вниз. Соответственно, 2-3 нет. И именно 5-9 нет. Ну, на самом деле, все эти картинки стали уже совсем простыми. Давайте смотреть. Скажу, левая картинка. Здесь мы обязаны идти 6-4. Поэтому путь от 9-8 обязательно проходит так. То есть, вот это ребро не нужно. Так, после этого мы от 8-8 обязаны идти к 7-ке. Потом обязаны идти к 1-це. И возникает великая проблема. Потому что, чтобы попасть в 2-6, мы должны пойти сюда. И уже не вернемся. Здесь гемолитонного цикла, очевидно, нет. Потому что, если вот эти опустить, то, по сути, получится то, что называется тета-граф. Похоже на написание греческой буквы тета. И этот граф не может быть обойден в виде цикла. Хорошо. Идем сюда. Идем сюда. Смотрите, здесь 2-3-4-5-6. Это единственное. Соответственно, здесь нельзя идти, поэтому мы это убираем. И опять фактически получилось то же самое. То есть, вот здесь у нас есть цикл. Уже ничего не поделаешь. Хорошо. Пошли сюда. 3-4-5-6. Через 9-5 мы обязаны проходить. Значит, вот эти вот 2 ребра обязаны войти в наш маршрут. То же самое. Через 2-5 мы обязаны пройти. Ну и все. Получилось, что из единицы выходят 3 ребра. Все. Мы доказали. Гамильтонов путь есть, а гамильтонового цикла нет. Продолжение следует... Нажима. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...